В эти дни в клубе Илахимы особенно многолюдно. Это говорит о многом. В первую очередь о том, что общественная организация сумела заинтересовать людей вести активный образ жизни. В течение года здесь устраиваются праздники, встречи, организованные занятия в залах. Как итог проведения спортивных состязаний, так и на этот раз накануне Международного Дня Инвалидов состоялся турнир по нескольким направлениям. Участников 25 человек. По словам инструктора по спорту Нины Лариной, цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, выявление сильнейших спортсменов, ну и, конечно, общение. Заявки у нас подали 25 человек. Да, это много, это хорошо, это хороший результат, мы очень довольны. Потому что готовились, пришло бы мало, было бы обидно, погода, вот какая мы уже думали, что придется переносить, а оказывается, все-таки соревнования состоялись. Состязания шли на трех площадках. Одни показывали свои умения в дартс, другие в игре нарды. Надо отметить, что данная игра здесь также очень популярна, поэтому было решено провести клубные соревнования. Игра требует логического мышления и внимания, поэтому здесь царит абсолютная тишина. Более оживленно проходят соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Каждому участнику казалось, что он попал точно в цель. Однако сделать это на расстоянии в 6 метров оказалось не так-то просто. Кто-то набрал заветные очки, другие стреляли мимо. Но это не главное, говорят участники состязаний. Сами занятия спортом дают многое, да и немаловажно общение. Есть даже те, кто именно здесь нашел своего спутника жизни, как, например, Нина Мамина. Сегодня за нее пришли поболеть дочурка и муж. Знаете, все важно в этот момент. Очень приятные встречи, очень душе приятные. И результаты очень важны. Потому что мы стремимся все-таки повышать свою физическую способность, улучшать, тренируемся. Но вот мы, например, лично для меня это все-таки больше встречи. Потому что в данный момент я воспитываю детишек, постоянно не хожу, только изредка. И поэтому для меня очень важна радость встреч, людей улыбок, ну и поучаствовать тоже. Лично для меня вот так вот. И ребенка своего, чтобы это показать, что все-таки не одна мама так вот чем-то занимается, общается. Люди ее принимают, воспринимают, какое-то дело есть. Очень важно тоже, чтобы ребенок видел, что я в обществе, в активе каком-то. Впервые участвует в соревнованиях Светлана Самородова. Поэтому она немного волнуется. Конечно, общение это очень важно. Потому что мы друг друга поддерживаем, чем-то делимся. Ну, а самое главное победит дружба. Не важно, какие были результаты состязания. Главное, что люди с ограниченными возможностями здоровья показывают пример жизнелюбия. Это люди, которые научились ценить каждый миг своей жизни.